В этом выпуске мы рассмотрим самую сложную тему для аквариумистов, самую болезненную и зачастую дорогостоящую – здоровье аквариумных рыб. Эту тему мы разбили на 5 важных разделов, на 5 ступеней знаний, которые помогут каждому любителю-аквариумисту увеличить свое мастерство и разобраться в причинах болезни аквариумных рыб, познакомиться с видами болезней и способами их лечения. Раздел 1. Азотный цикл. Раздел 2. Биологическая равновесие в аквариуме. Третий раздел. Протозоидные болезни рыб. Раздел 4. Бактериальные болезни рыб. Раздел 5. Краткий справочник. Азотный цикл или нитрификация – основной процесс, протекающий в аквариуме. Главная его задача – мгновенное преобразование ядовитого аммиака или его менее ядовитой формы аммония через также ядовитые нитриты в относительно безвредные нитраты. Это преобразование выполняет три вида полезных микроорганизмов, формирующих основу экосистемы аквариума. Следовательно, создавая и поддерживая благоприятные условия для этих бактерий, мы получаем здоровый аквариум. Азотный цикл есть всегда. Как в устоявшихся аквариумах, так и в только что запущенных. Но в новых аквариумах фазы ощутимо намного острее, и именно поэтому мы начнем с новых аквариумов. Все это делоделы делятся на три фазы. Итак, первая фаза. Почему только что в запущенном аквариуме запускают рыб? Первонаперво происходит повышение содержания аммиака и его производных аммония. Вода приобретает запах и становится мутной. Вторая фаза. Аммиак и аммоний вызывают рост колоний бактерий. Эти бактерии перерабатывают аммиак, причем в более безопасное вещество, но все же ядовитые нитриты. Таким образом, концентрация аммиака и аммония за счет повышения содержания нитритов уменьшается. С этого момента начинается фаза номер три. Она провоцирует рост другой колонии бактерий, которые перерабатывают нитриты в нитраты. Это примерно 2-3 недели занимает после запуска аквариума. На этом процесс завершается. Вода наконец-таки приобретает прозрачный цвет, исчезает запах. С этого момента можно заселять рыб. Нитриты и нитраты, в свою очередь, используются растениями для роста. Конечно же, если они у вас есть. В давно запущенных аквариумах, где экосистема уже устоялась, азотный цикл тоже присутствует, как я уже и говорил ранее. Логичным вопросом тогда будет, откуда берется аммиак. Все очень просто. Все живые организмы при дыхании поглощают кислород и выделяют углекислый газ. И аквариумные рыбки тоже. Однако, помимо углекислого газа, они выделяют еще и аммиак. Он растворяется в воде, его не видно, соответственно. Помимо этого, рыбки, улитки, креветки ходят в туалет. Аммиак образуется в результате разложения экскрементов. Если, так сказать, кал еще можно увидеть, то вы не думайте, что они не ходят по-маленькому. По-маленькому они тоже ходят, и, к сожалению, этого вы и не увидите. Тут хочется вспомнить милании. Часто спрашивают, чем они вредны. Я молчу, конечно же, про эстетику. Конечно, если у вас травник, они полезны. Но если нет, то милане, заполнившие аквариум, так, на всякий случай, тоже ходят в туалет. Как правило, эти улитки измеряются в сотнях. Можете представить, какой вброс аммиака происходит в этот момент. Кстати, неседенные остатки пищи, перекорм и фрагменты растений тоже разлагаются, образуя аммиак. Плюс существенно влияет на повышение злочастного аммиака перенаселение аквариума, слабая фильтрация и арация. Маленькое количество грунта. Причем аэрация играет очень-очень важную роль в создании бактерий полезных и так далее. Наверняка вы доставали из аквариума грот или грунт и ощущали скользкую прозрачную пленку. Это полезные бактерии, образующиеся естественным образом и населяют все поверхности всего, что находится под водой в вашем аквариуме. Они участвуют в азотном цикле и являются важным звеном в экосистеме аквариума. От этих бактерий зависит устойчивость биологического равновесия. По этой причине не стоит вытаскивать все гроты и грунт для чистки. По крайней мере часто. Есть умельцы, которые раз в неделю полностью сливают воду, защищают все, что есть в аквариуме, а потом говорят, что на уход за аквариумом требуется уйма времени, при этом еще и рыбки дохнут. Кстати, полезные бактерии можно увеличивать в аквариуме. Для этого используют, как правило, биологический фильтр. Напомню, что задержание аммиака, нитритов, нитратов можно измерить специальными тестами для воды. Их можно приобрести в зоомагазине. Периодически замеры делают два раза в неделю. Это позволяет вовремя обнаружить саму проблему и принять меры по ее устранению. Первая помощь при повышенном содержании аммиака это частичная подмена воды несколько дней подряд. При этом полную подмену воды делать нельзя ни в коем случае. Дальше действуем от того, что влияет на повышение аммиака. То есть увеличиваем мощность фильтра или часто проблемой бывает маленькая мочалка в самом фильтре. Соответственно, ввешиваем большую мочалку, увеличиваем подачу кислорода и так далее. Важно увеличить всеми доступными способами полезные бактерии, которые перерабатывают аммиак. Перестаем, соответственно, и кормить рыбу. Наверняка многие задумались, а чем так опасен аммиак для рыб? Естественно, рыбки начинают гибнуть, травятся. Первый признак отравления является на жабрах. Появление на жабрах. Они приобретают лиловый цвет, могут появиться кровавые пятна у хвоста, могут чесаться рыбки о грунт. Дальше попадая в кровь, существенно снижается газовая емкость в крови и тормозит насыщаемость ее кислородом. Если это произошло, неважно какая у вас аэрация, рыбки начинают задыхаться, поднимаются к поверхности воды, пробуют вдохнуть атмосферный воздух. При этом аммиак повреждает капилляры. А это значит одно, что даже если вы увидели описанную картинку и сделали подмену воды, так сказать, спасли рыбок, они могут погибнуть и через неделю, и через две, из-за случившегося сейчас, без всяких внешних признаков и причин потом. Более того, иммунная система ослабевает у рыбок. Рыбка может легко быть подвергнута другим напастям. Еще часто рыбка покрывается слизью. В таком случае будьте внимательны. Такую слизь часто путают с грибком и наоборот. Присматривайтесь, если слизь с беловатыми комками, так сказать, с хлопьями, это аммиачное отравление. Если слизь волокнистая, это грибок. Учтите, если при аммиачном отравлении вы зальете средства от грибка, то вы попросту не оставите шансов выжить вашим рыбкам. Важно знать, что предрасполагающими факторами для повышения аммиака могут служить также и антибиотики. Также не отказывайтесь от помощи различных химических средств. Например, серотоксивек связывает аммиак и нитриты в нетоксичной форме. Но опять же, если смотреть тесты, он будет показывать наличие аммиака. Обязательно используйте тетра SafeStar или серо-нитривект. Это уже сами бактерии, культура, которые начнут уничтожать аммиак. Теперь хотелось бы поговорить про нитриты. Нитриты менее опасны, чем аммиак, но травятся нитритами рыбки еще чаще. Что может подтолкнуть на мысль о нитритном отравлении? Это штучный падеж. То есть, сегодня одна умерла рыбка, завтра вторая. В таком аквариуме проявляется вялость у рыб. Она может стоять на месте, рыбка может стоять на месте. Или наоборот, плавать из стороны в сторону. Как правило, сжимает плавники свои, слизь, если она и появляется, то в очень маленьком количестве. Опять же, наличие нитритов вам покажут те же самые тесты. Для того, чтобы избавиться от них, нужны все те же полезные бактерии. Увеличиваем аэрацию и фильтрацию. Делаем опять небольшие, но достаточно частые подмены воды. Перестаем кормить рыбок. И используем все те же препараты. При обильной подаче кислорода нитриты разлагаются на нитраты. Теперь мы переходим к нитратам. Нитраты обладают низкой токсичностью. Отравление все же возможно, особенно если у вас капризные виды рыб. Такие как дискусс, например. Отмечу, что многие привозные рыбки и привозные гуппи в том числе реагируют на нитриты. Советские гуппи нитриты не замечают вообще. Как правило, нитриты повышаются в тех аквариумах, где не происходит чистка, а вся уборка заканчивается доливанием воды, ну и так поверхностной уборкой. Нажмите на грунт. Посмотрите, появилась ли в аквариуме пузыристая такая оболочка. Появился ли газ, выходит ли газ из грунта. Хорошим примером служит новая купленная вами рыбка. Запускаете ее в аквариум, она гибнет. Начинаете винить продавца, думаете, что купил больную, но все дело в нитритах. Ваша рыба уже привыкла к большому содержанию нитритов, а новая нет. Но часто рыба в такой воде бывает затянута, перестает нереститься. Также факторами, влияющими на повышение нитритов, является перенаселение аквариума, перекорм и отходы живых растений. Если растений в аквариуме много, то нитритов вы не заметите, бояться их не нужно, так как сами растения помогут от них, от нитритов избавиться. Видите, да, наверное, на картинке, то, что стрелочка показана и туда, и туда. Если растений мало или их нет вовсе, первое, что мы делаем, это подмена воды на ежедневной основе. Понемногу, в течение примерно пяти дней. И с химией при этой проблеме помогает тетра, изи баланс. Иногда спрашивают, а если при такой беде сделать стопроцентную подмену, что будет? Отвечая, на любом из этих этапов азотного цикла настанет гибель рыб и ничего более. Нельзя подменивать 100% воду, даже при всяких различных бедах из-за азотного цикла. Ну, иногда, конечно же, не все. Иногда некоторые выживают, но все же. При повышенном нитрите, учитывайте, что для вашей рыбки, которая давно живет в аквариуме, это норма. Резко поменяв параметры воды, она умрет. На этом изучение азотного цикла заканчивается. Биологическое равновесие в аквариуме. Биологическое равновесие в аквариуме – это состояние аквариумной системы в целом, при котором в результате биологических и химических реакций продукты жизнедеятельности, пищевые остатки и прочие успевают разложиться, усвоиться, не вызывая вспышек отрицательных реакций живых гидробионтов. После того, как аквариум запустили и первый азотный цикл завершился, самое важное – это биологическое равновесие или устоявшееся нормальное функционирование аквариума. Для более полного понимания поясню, что под биологическим равновесием следует понимать чистую воду в аквариуме, живые, активные, подвижных рыбок, пышно цветущий сад аквариумных растений, чистый грунт, безорганики и отсутствие водорослей. Не сложно догадаться, что в аквариуме кроме рыб и растений живут различные мелкие простейшие организмы – черви, водоросли, грибы и, конечно, бактерии. Все организмы так или иначе взаимосвязаны в биологической системе аквариума. При этом большая часть из них зависит друг от друга. Подробно описать попробую я вам именно сейчас, а вы представляете, включайте фантазию, как это все будет выглядеть. Кормим рыб. Часть корма осела на грунт. Рыбки после еды сходили в туалет и отходы жизнедеятельности также попали в грунт. Прошло время, и в грунте от всего этого развились бактерии и микроорганизмы, которые перерабатывают корм и продукты на растворимые соединения. Тут можно вспомнить первую часть видео «Азотный цикл». Эти соединения подпитали растения, от того аквариумные растения хорошо растут и выделяют много кислорода, который, в свою очередь, поглощается рыбками и другими животными в вашем аквариуме, в том числе и биологическими организмами и даже бактериями. Конечно, этот пример неполноценен. Все гораздо сложнее. Но полагаю, что в вашей голове уже сложилось понимание, о чем идет речь, когда дело касается биологического равновесия. Хлеб всему голова. И я не зря круговорот начал с корма. Основным фактором биологического равновесия является правильное кормление рыб. Именно избыток корма и позднее удаление остатков, а также подгнившая растительность, существенно вредят аквариуму, вызывая резкое помуднение воды. Другими словами, избыток корма приводит к бесконтрольному размножению инфузории туфельки. Часто в подобных случаях от аквариумистов можно услышать слово «вспышка». Вспышки бывают разные, в зависимости от факторов влияния. Приведу еще один частый пример появления вспышек, когда подкармливают рыб, скажем, листьями салата, не обработав его предварительно кипятком. В общем, все несвойственное аквариуму вызывает вспышку, которая ведет за собой болезни и гибель рыб. Конечно же, это в худшем случае. Хочется вспомнить еще и такое выражение, как редокс-потенциал. Под этим страшным выражением скрывается понятие окислительно-восстановительного процесса или окислительно-восстановительного потенциала. Другими словами, это показатель возраста аквариума и уровень загрязненности его воды различными организмами и различной органикой, органическими веществами. Или есть еще одно равноценное или скорее тесно связанное понятие, как «суксессия аквариума». Это естественное развитие сложной биологической системы. Полагаю, что для многих эти понятия размыты. Поэтому поясню, что высоким значением редокс-потенциала обладают молодые, недавно запущенные аквариумы. В них хорошо растут растения с мелкой листвой и длинными стеблями. Проходит время, редокс-потенциал уменьшается и наступает время активного роста других видов растений, таких, например, как эхинодорусы. В конце концов, редокс-потенциал совсем падает. И это можно увидеть на хорошем росте различных видов тех же самых криптокорин. Ультрафиолетовый облучатель и озонатор аквариумной воды хорошо повышает сам этот редокс-потенциал. При этом, своевременный уход за аквариумом поддерживает его в норме на нужном вам уровне. Это не все основные, конечно же, факторы, о которых, хотелось бы сказать, влияющие на биологическое равновесие. Многое зависит от правильно подобранного оборудования для аквариума, грунт, ламп и так далее. Начнем с самого аквариума, самой формы аквариума. Ведь многие новички начинают неправильно, считая, что малоопытность равноценно маленькому объему аквариума. Запомните, чем меньше аквариум, тем сложнее в нем удерживать биологическое равновесие. Но опять же, тут, конечно, мысль такая двоякая. Потому что, если вы хотите быстрее научиться пользоваться всеми возможностями аквариума, научиться его лечить, ухаживать за аквариумом, знать моменты, какие и как влияют, то в таком случае вам, конечно же, я рекомендую начать с маленького объема. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем, в будущем, когда вы заведете уже большой аквариум, этих ошибок не допускать. Рекомендую начинать вообще, конечно же, с 80 и 100 литров. И высотой не более 50 сантиметров. Не стоит начинать с фигурных, полукруглых, круглых и так далее. Идеально подходят прямоугольные и квадратные аквариумы. Профессионалы, конечно же, в этой области вообще аквариум подбирают под конкретный вид рыб. Если вы этим, конечно, будете заниматься, я думаю, вы узнаете об этом подробнее из профессиональной литературы. Таким образом, под определенный вид рыб аквариум может быть высотой, например, 30 сантиметров, а длиной 2-3 метра. Но так глубоко мы рассматривать форму аквариумов сейчас не будем. При этом, учитывайте размер будущих или уже имеющихся рыб. Сейчас я не беру во внимание уживаемость одних видов с другими. Во всех обзорах на аквариумных рыб, на канале Пар, на нашем канале, мы обязательно говорим о размерах и объемах именно для того, чтобы не нарушать биологический баланс. Приобретая ту или иную рыбку. Дальше важно рассмотреть цвет. Если планируете или захотели аквариум с растениями, помните, что там должно быть не менее двух ламп. Опять же, мы рассматриваем идеальный вариант для стабильного биологического равновесия. Но про лампы поговорим подробнее чуть-чуть попозже. Итак, после правильно выбранного аквариума, нам понадобится фильтр для воды, который нам очень облегчит уход за аквариумом. Есть два основных вида фильтра, внешний и внутренний. Советую каждому подбирать именно под себя. Соответственно, любой из фильтров подбирается еще и по литражу аквариума. И лучше, если есть запас. Каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы. Внутренний фильтр плох тем, что занимает место в самом аквариуме и портит вид. Конечно, его можно заставить декором, но все же. Внешний фильтр места в аквариуме совсем не занимает, но он сам по себе очень большой. Очень больших размеров. Ему отдельно нужно достаточно много места. Также внешний фильтр обладает тремя основными видами фильтрации. Механическая, биологическая и химическая. Увы, внутренний фильтр обладает минимальной биологической фильтрацией и в основном только механической. Просто в уходе и чистке. Внешний фильтр чистить сложнее. Наполнение для внешнего фильтра стоит затрат, стоит денег. Зато сам уход делается реже, чем у внутреннего фильтра. Разница в цене самих фильтров сильно отличается. Если у внутреннего фильтра меняется только сама губка, то у внешнего все три вида фильтрации. Какие это виды фильтрации и что там меняется? Механическая – это губка, непористая керамика, синтепон для совсем, конечно же, мелких частей. Биологическая – это, как правило, пористая керамика и пластиковые шарики. Есть еще и третья – химическая, в которой меняется уголь, циолит и торф. Ну, либо что-то из этого. Следующим шагом будет выбор обогревателя. Они, кстати, тоже бывают двух видов – стеклянный и пластиковый. В чем же разница? А разница в том, что если у вас достаточно крупные рыбы или черепаха, то, соответственно, стеклянный обогреватель вам не подойдет, так как он попросту будет рано или поздно разбит. Обязательно контролируйте с помощью самого термометра температуру в аквариуме, чтобы у вас не сварилась уха. Помните о том, что регуляторам свойственны погрешности температуру в аквариуме, температуру поднимаем, да, там есть погрешности и достаточно значительные. Уже неоднократно в этом убеждался и обращаю ваше внимание особое на это. Ну и тем более, любая техника, знаете, все, наверное, она может сломаться, полететь и, соответственно, испортить жизнь вашим рыбкам. Подбирают обогреватель минимум 0,5 Вт на 1 литр, но лучше 1 Вт на 1 литр воды. Еще одним важным оборудованием для биологического равновесия и жизни в аквариумах рыб является компрессор. Тот компрессор, который идет в комплекте с внутренним фильтром, может подойти только как временный. Учитывайте, что как 2 в 1 работает фильтр, он очень-очень слабоват. Мощность самого фильтра падает. Да и при забитом фильтре самих пузырьков становится значительно меньше. Как правило, на компрессорах указано, сколько в час он обрабатывает воды. Если 100 литров в час, значит на 100 литров, если на 200, то на 200 литров. Но опять же, есть нюансы. Если у вас рыб больше, чем должно быть, компрессор должен быть мощнее. Или должно быть больше растений. Если аквариум это вообще травник, и немножко там рыб запущено, то слишком мощный компрессор нам и ни к чему в принципе. Так как растения тоже ведь выделяют кислород. Многие аквариумисты, особенно начинающие, не проявляют должного внимания освещению аквариума. А зря. Так как освещение играет одну из, наверное, самых важных ролей в жизнедеятельности аквариума. В самом начале при выборе аквариума с растениями я рекомендовал подбирать аквариум с двумя лампами. И сейчас вы поймете почему. В аквариумных салонах и зоомагазинах в наше время огромнейший выбор всевозможных ламп. Каждая фирма отличается своими особенностями. Но все же есть такая штука, которая называется спектр, которая так или иначе дает нам понять, какая лампа для каких целей применяется. Мы сейчас не будем рассматривать все фирмы, а остановимся на одной из популярных фирм, которая называется Гло, ну, люминесцентные лампы Гло фирмы Хаген. И у них есть 7 основных спектров ламп этой фирмы для всех случаев жизни. При этом помните, если ваш аквариум без живой зелени, вам хватит в принципе и одной лампы до 0,3 Вт. Если растение все же есть, то минимум 0,5 Вт до 1 Вт на 1 литр. Сангло – это первая базовая лампа у этой фирмы, имитирующая солнечный цвет, что часто используется в сочетании с другими лампами. Если растение и есть, то только самые-самые неприхотливые. Вторая лампа, которую хотелось бы рассмотреть – это Акпагло. Подходит для аквариумов с растениями. Более того, способствует росту растений, дает лиловый цвет. Но это еще не все. Данная лампа способствует окрасу аквариумных рыб. Часто эту лампу сочетают с другими лампами. Третья лампа, которую хотелось бы им сказать – это Пауэргло. Лайвгло. Это сильный синий цвет. Использует для аквариумов с небольшим количеством растений. И также она усиливает окрас рыб. Флорогло. Излучает мягкий розовый цвет. Используется с лампами для растений. Как правило, используется только в сочетании с другими лампами. Отдельно ее никто не использует. Пятая лампа – это Лайвгло. Особенность данной лампы – встроенный рефлектор, повышающий интенсивность освещения до 170%. Лампа излучает белый яркий свет, направляемый рефлектором. Подходит для аквариумов с цихлидами, морской водой и террариумов. Но больше всего эта лампа подходит для биотопов, так как в них необходимо использовать двойное количество ламп. Шестая лампа – это Марингло. Специальная лампа для аквариумов с морской водой. Но так как мы ориентируемся больше на пресноводных аквариумных рыб, мы опускаем эту лампу и рассматривать ее не будем. И седьмая лампа у этой же фирмы – это Рептигло. Специальная лампа для амфибий, рептилий и даже птиц. Так как мы рассматриваем красноухих черепах, и у нас скоро еще один будет выпуск на черепашку, еще одну, но уже не красноухую, а на Трионикс. Поэтому мы эту лампу все-таки рассмотрим и включили. В распоряжении наземных животных находится весь спектр световой. Преобразовывается провитаминами, используется для костных тканей и даже для регенерации. После того, как выбрали лампы, подбираем грунт. При этом нужно помнить о том, что некоторые виды грунта повышают жесткость воды. Для чего нужен грунт в аквариуме вообще? Многие считают, что он нам нужен в основном для красоты. Но это совсем не так. В грунте живет огромное количество полезных бактерий, которые необходимы для азотного цикла, что впоследствии приводит к биологическому равновесию в целом. Сами камушки не должны иметь острых углов, чтобы не повредить рыбу. При всем этом грунт, песчаный или песок вовсе, может использоваться только для той рыбы, которая часто роется в нем. Помните, что такой грунт лучше не использовать при возможности. Почему? Его неудобно сифонить. Это во-первых, он выходит вместе с водой. Второе, он сильно слеживается и накапливает себе сероводород. Сейчас вы, наверное, видите на картинке. Темные пятна, вот о чем я и говорил. Еще я не рекомендую цветной грунт. Зачастую это искусственный или крашеный грунт. От такого грунта пользы совсем нет. Плюс рыбки с таким грунтом сливаются или вовсе блекнут на его фоне. Грунт размером 1-5 мм в основном используется для растений. При этом толщина грунта в аквариуме должна быть около 7 см. Если растений нет, то хватит и 3-5 см. Если грунт не покупной, например, сами собирали на реке, обязательно прокипятите в течение нескольких часов. Порой встает важный вопрос о том, сколько именно на ваш аквариум необходимо грунта. Как посчитать? Даю вам секретную формулу, с помощью которой, зная длину и ширину аквариума, можно легко посчитать, сколько грунта необходим. В-значечек. Это вес грунта, а длина и л-ширина аквариума. Ну и аж, соответственно, высота аквариума, которую вы хотите положить. Высота грунта. Формула достаточно проста. Если по ней есть какие-то вопросы, задавайте, пишите. После всего вышеуказанного осталось только запустить сам аквариум. Учтите еще одну важную вещь. Если вы впервые запускаете аквариум, тем более, если он, скажем, литров на 100, то учитывайте то, что это примерно его вес запущенного. Обычная тумба вам, скорее всего, не подойдет, так как у нее нет ребер жесткости. Засыпав грунт и залив воду в аквариум, будет очень тяжелым. Если тумба прогнется, аквариумное стекло попросту может лопнуть. Часто помимо специальных тумб используют специальные коврики под аквариум. Следите при установке того, ну, вашего аквариума, следите при установке вашего аквариума, чтобы не было перекосов. Не стоит сразу заливать весь аквариум, заливайте его по частям и делайте между частями небольшие перерывы, проверяя его на наличие самой течи. После того, как грунт будет засыпан, оборудование установлено и залита вода, можно запускать оборудование и можно запускать, в принципе, все сразу оборудование. Только свет нам, в принципе, не понадобится, но если и хотите, то можете постепенно его увеличивать со временем, световую продолжительность. И все, в принципе, аквариум запущен. Первые дни проверяем работу оборудования, как обычно, если все работает и вы не хотите ждать, пока отстоится вода и подойдет азотный цикл, перед тем, как запустить аквариумных обитателей, используйте химию, о которой мы говорили, в первой части, ну, тот самый азотный цикл. Есть, конечно же, исключения, если вы хотите запустить предварительно рассчитав жителей, которые достаточно привередливы к воде, то все же стоит немножко подождать, потерпите. Протозоидные болезни рыб На сегодняшний день самые распространенные болезни – протозоидные. Это простейшие организмы, вызывающие серьезные заболевания, при этом состоят из одной клетки, но имеют все функции живого существа, способны питаться и легко размножаются. Главный вопрос в этом видео – какие распространенные болезни вызывают одноклеточные у аквариумных рыб и как бороться с ними. Перед тем, как мы приступим к протозоидным, давайте рассмотрим основную суть лечения, основу лечения. Начнем с такого средства, самого распространенного среди аквариумистов – это малахитовый зеленый. Большая часть простейших организмов его не переносит. По этой причине многие производители лекарственных препаратов для аквариумистики вообще в целом в своих средствах используют именно малахитовый зеленый краситель. Вторым распространенным средством для борьбы с протозоидными болезнями является соль. О нем мы поговорим позже, так как это важный вопрос. Не все рыбки положительно относятся к соли. Есть еще два препарата, которыми пользоваться можно, но с особой осторожностью – это формалин и сульфат меди. Они крайне токсичны и вносятся только если у вас в аквариуме неприхотливые и стойкие рыбки. Если рыбки капризны к содержанию, необходимо снижать дозировку у формалина. А про сульфат меди можно вообще забыть. Вливается постепенно. То есть дозу делим на 3-4 части и частями заливаем в течение часа под наблюдением за поведением рыбок. Если вдруг состояние рыб ухудшилось, необходимо сразу же сделать подмену воды. По большей части все существующие препараты различных фирм основаны на этих компонентах. Разница лишь в процентном соотношении и в других добавках. В качестве примера возьму уже известный препарат для наших зрителей канала ПАР препарат Антипар. Основные компоненты этого средства – малахитовый зеленый, формалин и метиленовый синий. Также вы могли видеть на нашем канале обзор на средства от компании Сера Кастапур, в состав которого входит малахитовый зеленый и опять же формалин. Помните о том, что малахитовый зеленый вносится только после подмены воды. Лучше всего просифонить грунт. Содержащийся в грунте органика очень быстро разлагает малахитовый зеленый, что останавливает процесс лечения и гибель вредоносных организмов. Ихтиофтириус Манка Ихтик Болезнь белых точек Это паразитическая ресничная инфузория. Многие аквариумисты сталкивались с этой болезнью, а кто еще не успел, не расстраивайтесь, значит все еще впереди. Замечу, что эта болезнь встречается так часто, как кашель у людей. Сейчас мы рассмотрим классический вариант этого недуга. Имейте в виду, что каждая точка и есть тот самый паразит. Его размер может достигать 1 мм. Для того, чтобы понять, как от него избавиться, я вам расскажу про цикл его развития. Взрослый паразит внедряется в рыбку и находится под эпителией. Необходимо понимать, что все лекарства, которые вы применяете на него, практически не действуют, так как он находится под эпителией рыбы, под защитой. Но по мере развития он эту эпителию растворяет и опускается на дно аквариума. На дне он превращается в цисту, после чего делится. В просторах интернета часто встречаются аквариумисты, которые пишут «У моих рыб манка, как ее лечить, проходит несколько дней». И этот же человек пишет «О, она проходит сама собой». Недорогие друзья, это затишье перед бурей. Кстати, основной способ лечения заключается в том, чтобы воздействовать на этого паразита в тот момент, пока он в грунте. Первое, что необходимо, так это сифонить грунт. Вместе с мусором и водой вы убираете и часть равнолесничных инфузорий. Итак, после того, как паразит достиг этапа цисты и многократно поделился, превращается в дочернюю форму бродяжки. Что делают бродяжки? Они растворяют оболочку цисты и выходят в бескрайние просторы аквариума в поисках жертвы. Вот тут-то и начинается буря. Вот тут нам и нужно, чтобы в воде уже были лекарственные средства. Учтите один важный момент. Бродяжки живут в воде до двух суток. Если в течение этого времени они не находят жертву, то погибают. Что не любят бродяжки и от чего погибают? Первое, подъем температуры в воде, препараты красители, о которых мы говорили выше, и соль. Если же бродяжка нашла рыбку, она внедряется под эпителий. Там она развивается, превращается во взрослый особь и весь цикл повторяется заново. На сегодняшний день в нашей стране все чаще встречается Ихтиофтириус другого вида. Многие аквариумисты считают, что его привезли из тропиков и называют его тропическим. У него же есть и другое название – Ихтиофтириус восточный или просто восточник. Некоторые его выделяют вообще как совершенно другой вид. Развитие этого паразита, в отличие от нашего советского, состоит в том, что весь цикл развития происходит на теле рыбки под эпителий, и на дно он не опускается. Соответственно, классические методы борьбы с этим Ихтиофтириусом малоэффективны. Более того, при подъеме температуры воды тропический Ихтиофтириус развивается еще быстрее, но до температуры не более 32 градусов Цельсия. Деление этого паразита происходит там же на теле рыбки. Искать новую жертву данным паразитам не приходится, оттого скорость заражения увеличится в несколько раз. Заражение других рыб происходит из-за соприкосновения зараженной рыбы со здоровой. Замечу, что от классического Ихтиофтириуса достаточно сильно отличается визуально. Это все те же точки, но очень мелкие, и сразу их трудно заметить. На теле видно даже не точки, а шероховатость. Более того, как правило, данный вид паразита обнаруживает на той стадии, когда рыбке уже не удается помочь. Когда рыбку уже не удается спасти. Из-за особенностей цикла развития образуются не отдельные точки, а их скопление. Как же его лечить? Если солить воду, то вода солится из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Но опять же, учитывайте, что есть виды рыб, которые соль просто не переносит на дух. Подмена воды на ежедневной основе. Внесение в воду малахитового зеленого 3 раза в неделю или 1 раз в 2 дня. Следующее средство – антипар. Применяют 1 мл на 50 л воды. Если его сочетать с фурозалидоном, на нем мы остановимся ниже, то дозировку стоит соблюдать иную – 1 мл на 100 л воды. Сера-костапур 1 мл на 40 л воды. Как правило, помогает только на начальном этапе, если заражение не сильное. Периодичность смесения та же, что и у малахитового зеленого. Кастапур с микопуром применяют при сильном заражении. Зачем нужен микопур? Первое – это бактериальная профилактика. А за счет содержания сульфата меди данное средство усиливает действие костапура. Сера-костапур все с той же дозировкой 1 мл на 40 л в сочетании с фурозалидоном. При этом фурозалидон – одна таблетка на 10-20 л воды. Ну что же такое фурозалидон? Это таблетки для людей. Их можно купить в обычной человеческой аптеке. Замечу, что после применения данных таблеток вода в аквариуме будет желтой, действует непосредственно на паразита, и эпителия не помогает ему защищаться. Последнее средство, на котором хочу остановиться – это формамет. Его вносят в аквариум из расчета 5 мл на 20 л раз в 2 дня. Следующую болезнь, которую мы рассмотрим, часто называют болезнь дискуссов – гексотомитоз. Гексотомитоз, она же актомитоз. Спиронуклеоз, или просто дырочная болезнь. Часто встречается у дискуссов и других цихлит. У других видов рыб эту проблему встретить можно тоже, но это единичные редкие случаи. Существует две формы гексотомитоза – кишечная и дырочная. Кишечная форма в основном встречается у молодых особей. Опознать ее очень сложно, так как внешний признак 1 – истощение. До гибели рыбки при этой болезни может пройти 2, а то и 3 месяца. Если быть предельно внимательным, то можно разглядеть, что у рыбки надувается брюшко слегка, после чего очень резко худеет. Экскременты становятся белыми или даже прозрачными. Живот становится втянутым. Рыбка становится похожей на кривого головастика, так как позвоночник искривляется. Есть – отказывается. Либо ест с трудом, периодически выплевывая корм и в итоге не ест его вообще. Свет рыбки темнеет и плавники склеиваются. Возможно, при чувстве смерти рыбка начинает прятаться. У взрослых крупных особей проявляются как небольшие дырочки по боковой линии рыбы, а также дырочки на голове. Выявить у взрослых рыб эту болезнь визуально очень просто, а вот вылечить гексамитоз непросто. Сам паразит находится внутри рыбки. И есть один нюанс. Если болезнь запущена, то лечить рыбку по сути уже поздно. Единственная возможность выжить – это поднять температуру воды до 35 градусов. Таким образом, либо рыбка выживает и будет здорова, либо вы ее убьете сами 35 градусной температурой. При этом подъем температуры происходит постепенно, примерно по 3 градуса в сутки. Если обнаружили вовремя, необходимо лечить медикаментозно. Первое средство – это человеческие таблетки Трихопол, или он же метронедозол. Дозировки 250 мг на 35 л воды. Курс 12-15 дней. Вносится первые 3 дня подряд. Каждый раз делаем подмену воды примерно 25 градусов. После чего через день и подмену делаем меньше по 15, а то и по 10%. Будьте ответственными и помните о том, что курс лечения ровно 2 недели. Как правило, через неделю уже видны результаты, но это не знак того, что рыбка здорова. Продолжайте лечить ровно 2 недели. Лучше вообще месяц. В зависимости от состояния рыбы. Второе средство – метронедозол. Для взрослых рыб вносят одну таблетку на каждые 15 л воды. Причем учтите, что рыба не должна быть истощена. Если эту таблетку использовать для мелкой рыбы, то одна таблетка идет на 25-30 л воды. Применяются ежедневно и каждый раз только после подмены воды. И не менее 50%. Третье средство – ципрофлаксацин. Продается в человеческой аптеке. Он же 5% байтрил или энероксил. Байтрил 5% вливают 1 мл на 10 л воды. Ципрофлаксацин 500 мг на 50 л воды. По истечению трех дней лекарства вносят из расчета 250 мг на 50 л воды. Или 500 мг на 100 л воды. А сейчас рассмотрим тетрахиминоз или болезнь ГУПИ. Возбудителем выступает равноресничная инфузория. Паразит легко адаптироваться к разным условиям. Явным признаком поражения является взирошная чешуя. Позднившие плавники. Учитывайте, что тетрахиминоз можно легко спутать с другими болезнями. И сказать точно, что это именно тетрахиминоз. Можно только при исследовании под микроскопом. Что касается лечения, нам тут поможет смесь из серы Кастапура с фурозалидоном. Кастапура 1 мл на 40 л воды. И 1 таблетка фурозалидона на 10 л воды. Либо фурозалидон можно применять с антипаром. Где 2 мл антипара на 100 л. Можно применять с ФМЦ. Где 1 мл ФМЦ идет на 100 л воды. Используют и таблетки бисептол. 2 таблетки на 100 л. При этом важно помнить, что при каждой подаче лекарств необходимо сделать подмену воды на 50% минимум. Лекарства подают через день. Есть еще ряд рекомендаций. Так как данные препараты убивают не только паразитов, но и полезные бактерии в аквариуме. Необходимо кормить рыб по минимуму. Смысл в том, что в этот период так или иначе будет нарушен азотный цикл. И обрабатывать аммиак некому. Вспоминайте первую часть видео этой серии. После любого лечения лекарства легко можно вывести с помощью активированного угля. Желательно после того, как лекарство не останется в воде, использовать SafeStar. Костиоз. Диагноз более точно можно поставить только под микроскопами. Так как данный паразит очень мелкий, вызывает так называемый жгут диконосец, своими размерами он не больше бактерии. Как же он будет выглядеть? Тишуя взерошена. По телу рыбки появляются слизистые пятна, как при аммиачном отравлении. Дыхание затруднено. У рыб появляется зуд. Она чешется, дергается. Если столкнулись с такой болезнью, обязательно сделайте тест воды на аммиак. Если это не вода, то, скорее всего, вы столкнулись именно с этой болезнью. Лечит данный недуг с помощью ванн с раствором марганца и 2% столевого раствора. Это примерно 2 чайные ложки соли на 1 литр воды. Раствор марганца при этом должен быть розовым. Такие ванны по своей продолжительности должны быть не более 15 минут. Также используют все тот же препарат Серокастапур из расчета 1 мл на 40 литров воды. Через день одновременно с Серомикапур. В полдозе, от указанной в инструкции ежедневно. Одиноз. Еще называют вельветовая болезнь, золотая пыль. Возбудителем выступает жгутиконосец. По внешним признакам напоминает восточный Ихтиофтириус. Так как тело рыбки покрывается золотой мелкой пылью, цвет может быть почти коричневым. Цикл развития также похож на Ихтиофтириус, но немножко иной. Образуются такие же бродяжки. Бороться с ними вымогают препараты Бицелин-5, но найти его в аптеке достаточно сложно. При его использовании необходимо выключать лампу. На свету он быстро разлагается. Также используют сульфат меди и другие тяжелые металлы. Но при использовании сульфата меди погибают не только адиноз, но и креветки, улитки и другие беспозвоночные. В том числе и капризные рыбы. Если выбор пал на лечение бицелином, необходимо знать о дозировке и правильном применении препарата. На 100 литров аквариумной воды используют 1, ну максимум 1,5 миллиона единиц препарата. На следующий день делается подмена воды и вносится полная доза. Еще через 2 суток повторяем обработку после подмены воды. Через 7 дней еще раз проводим процедуру. На этом лечение завершается. Вот пожалуй и все основные апротозоидные болезни аквариумных рыб. Надеюсь вам было интересно смотреть это видео. Быть может кто-то узнал для себя что-то новое. Если это так, поддержите данное видео лайком. В этом видео мы поговорим об одной из очень важных тем. Это бактериальные и другие болезни аквариумных рыб. С чего же мы начнем? Мы начнем с самого главного. Это общие признаки заболевания рыб. Общие признаки. На что необходимо обратить внимание при покупке рыбки. Или если вам кто-то ее подарил, принесли и так далее. Итак, первое. При покупке обязательно осмотрите рыбку в магазине, ну и конечно же дома. На рыбе могут быть пузырьки. Это первый признак того, что на рыбе есть слизь. При этом увидеть слизь на таком этапе практически невозможно. Но это знак, что что-то не так. По большому счету здоровые рыбки должны выглядеть иначе. Но на этом же этапе рыбку еще можно восстановить, можно вылечить. Однако за такой рыбкой необходимо наблюдать и наблюдать внимательно. Матовые пятна. Рыба не блестит. Опять признак заболевания рыбки. Как правило, после этого этапа матовых пятен слизь скапливается, после чего отделяется хлопьями и становится явной и видимой. Язвы, эрозии. Водянка, пучеглазие, ярошение чешуи, вздутие живота. Все в признаке больной рыбки. Особое внимание обратите на плавники. Они могут быть подгнившие, слипшиеся, размочаленные или просто отсутствует ткань между лучами. Живот. Когда он впалый, это значит, что рыбка истощена. И, кстати, не всегда можно откормить ее и вылечить. И есть вероятность того, что она умрет. Ну, крупные паразиты, рачки, сосальщики. И теофтириус. О многом говорит состояние анального отверстия. Особенно, если оно воспаленное, красное, с кровопотеками, глистами. И вы тоже обратите внимание на кал. Белый слизистый кал тоже говорит о том, что здоровье рыбки подорвано. Обращайте внимание на общее поведение рыбки. Подергивается ли она? Как она перемещается в аквариуме? Подчесывается ли она от декор и грунт? Захват воздуха у поверхности воды. Тоже явный признак того, что что-то не так. Ну, кстати, как вариант, возможно, что ей не подходит ваша вода. Если вы принесли новую рыбку и по истечению нескольких дней она не ест, это, опять же, знак о том, что какая-то проблема с ней существует. Или очень плохо ест рыбка. Лежит на дне, отказывается плавать. Возможно, что, опять же, не подходит вода. Тяжелое дыхание. И, наверное, последний явный такой признак – это нарушение координации. Если вдруг вы обнаружили одно из признаков заболевания у своих рыб, необходимо немедленно приступить к лечению. Правда, есть одно большое «но». Для того, чтобы лечить правильно, необходимо поставить правильный диагноз. В этом и заключается сложность, так как одни болезни можно определить визуально, при осмотре другие только после микроскопии. Однако, узнав с наших видео о болезнях рыб и об их признаках, вы сможете хотя бы примерно понять, с какой группой болезней столкнулись и на какие органы они влияют. Применяйте схемы лечения. Смотрите за рыбкой. Если улучшений нет, то, соответственно, это значит одно. Диагноз поставлен неверно. Применяйте другую схему лечения. Многие лекарства и средства можно, кстати, смешивать. Делайте смеси, чтобы как можно больше охватить воздействие на болезни. Если есть подозрения на несколько болезней, такое бывает, или если один из признаков относится как к одной, так и к другой болезни рыбкам. Но в то же время, в то же время при лечении необходимо учесть, что лекарства нельзя применять вместе с кондиционерами, такие как Тетра Аквасейф или Сера Акутан, Сера Токсивек. Лекарства нельзя применять СУФ обработкой, так называемой. Очень важно при совмещении лекарственных средств ни в коем случае нельзя комбинировать препараты с одинаковым действием. В таком случае будет банальная передозировка. При лечении необходимо отказаться от угля. Как я уже говорил, уголь он очищает. Но все же, если у вас, например, стоит внешний фильтр, то, соответственно, просто-просто необходимо убрать уголь. И, кстати, циолит необходимо тоже вынимать. Обязательно вносите любое лекарство, и особенно кондиционеры и красители, только после подмены воды. Избыток органики разрушает красители, и избытка органики быть не должно в аквариуме. Грибковые заболевания. Изначально мне хотелось бы пояснить, что грибковые заболевания не появляются на пустом месте и всегда носят вторичный характер. То есть, рыбка, например, поцарапалась об острый грот, повредила кожный покров, на месте ранки может образоваться ватный грибок, так называемый ватный грибок. То есть, любой грибок – это вторично и появляется только после каких-либо проблем. Соответственно, при лечении необходимо обращать особое внимание на первоисток, на то, от чего появился грибок. Очень интересным грибком для аквариумистов является ватная болезнь. Ее легко определить визуально. Это пушистое образование светлого цвета с четко волокнистой структурой. Избавиться от него поможет серомикопур и тетрамедика фунгистоп. Применять строго по инструкции. Часто помогает просто улучшение условий содержания рыбки или лечение причины, о чем говорил ранее, то есть первоистока. Немножко про вирусные болезни. Вирусная болезнь, о которой мы поговорим сейчас, встречается в пресноводных аквариумах крайне редко, но мы не можем обойти ее стороной. Конечно же, в других аквариумах, я говорю про морские аквариумы, она встречается намного чаще. Но, вероятно, столкнуться с ней велика. Это лимфоцистоз. Выглядит как мелкие от розового до серого новообразования. Чаще всего появляется на плавниках, но иногда и на голове и теле рыбки. Тоже видно явно, явно можно определить на глаз. В редких случаях прибегают к хирургическому вмешательству, то есть вырезают, обрезают. Если новообразование мешает ходить, скажем, в туалет, кушать или просто плавать. Вообще специального лечения лимфоцистоза нет. И единственное, что можно сделать, это поддержать иммунитет рыбки. Для этого используют ранколейкин или йод. Или, кстати, еще можно использовать тетравитал. Как использовать йод, я расскажу в других выпусках. И мы еще об этом не раз поговорим. Бактериальные болезни аквариумных рыб. Первое, с которой хотелось бы мне начать, это колумнариоз. По-другому ее называют еще. Серое седло, флексибактериоз, плавниковая гниль, чумка аквариума, а также еще называют ватная болезнь рта. Возбудителем является бактерия флексибактер колумнариоз. Что нужно этой бактерии для жизни? В чем она нуждается? Она нуждается, первое, это в отсутствии соли в воде. Тут же хочется вспомнить о том, нужно ли солить воду. Частые споры разворачиваются среди аквариумистов. Видите, нужно. Также ей нужна теплая вода для хорошей жизни и наличие в воде кислорода. Если все эти условия соблюдены, то знайте то, что колумнариоз не дремлет. Он ждет своего часа. Данная бактерия условно-патогенна, то есть вызывает ее болезни только в стрессовых ситуациях. Для лечения рыб необходимо подбирать антибиотики со спектром действия на гамма-отрицательные микроорганизмы. Если рыбки соли не боятся, то необходимо действовать самым дешевым и верным методом, то есть просто посолить воду. Вообще, в любом пресноводном аквариуме данная бактерия есть. Но при правильном уходе проблем с ней, как правило, не возникает. Если, конечно, у вас нет стрессовых ситуаций, если нет перенаселения, нет перекорма рыб, и вообще, если вовремя аквариум чистить, если за ним вовремя ухаживать. Давайте рассмотрим симптомы. Это, в принципе, такое широкое поле для творчества, симптомы при данном заболевании, потому что они могут быть совершенно разными. Многое зависит от размера рыб и их возраста. Бывает, появляются белые пятна, которые начинают расти. Эти пятна выражены достаточно плохо. Необходимый навык, конечно же, чтобы их увидеть. Часто встречаются в качестве неволокнистого ватообразного налета. Не путайтесь с грибком. Могут быть микрозы, отмершие участки, так сказать. Чаще встречаются у мелкой рыбы. Кстати, вот эти отмершие участки. Бывают язвы. Колумнария сможет разрушать и жабры, вызывая распад жаберных нитей. При этом цвет жабры, естественно, будет меняться, становиться либо тусклым розовым, либо будет менять цвет на тёмно-тёмно-коричневый. Дыхание рыб при этом учащается. Поражённые рыбки поднимаются к поверхности воды. Может измениться форма спинного плавника на седловидную. Отсюда такое поражение. Колумнария называют ещё болезнь серого седла. Как правило, опять же, встречается у мелкой рыбы. А также встречается, что поражённые участки тела рыбы темнеют. Цвет может доходить до чёрного или приобретать такого цвета грубого мяса. Давайте теперь поговорим про лечение. Какие же способы и методы лечения есть? Одно из средств – это цифрофлоксацин, он же антибак, эндроксил, байтрил. Применяют его 500 мг на 50 л воды. В формате таблеток вносить проблематично, так как они очень плохо растворимы в воде. Применяют водорастворимые формы цифран. Лечат от 3 до 7 дней при выключенном свете. Это условие обязательно. Вносить полную дозу ежедневно. Средство негативно влияет на центральную нервную систему. Об этом необходимо учесть. Кровообращение и на выделительную систему в целом вообще. Антибак. Применяют также одну таблетку на 100-200 л воды. Как и цифрофлоксацин. Вносится ежедневно перед тем, как внести, необходимо выключить свет. И также лечится примерно 3-7 дней. Байтрил и эндроксил, 5% раствор, 1 мл на 10 л воды. Лечение по продолжительности также 3-7 дней. При этом, если есть возможность выбирать между цифрофлоксацином и байтрилом, то рекомендуется, соответственно, байтрил или эндроксил. Так как эти препараты менее токсичны, менее токсичный вариант. 10% раствор тоже бывает. Соответственно, он идет уже не на 10, а на 20 л воды, 1 мл. Можно добавлять в качестве профилактики, а также при, или после, или во время транспортировки. Последнее средство – это байтрил. Для эффективного лечения можно делать следующее. Брать левомецитин и серу микопор. При этом смешивают эти лекарства. Левомецитин, одна таблетка на 10 л воды, вносит 1 раз в 3 дня. Данный курс может длиться до 3 недель. Серый микопор вносится ежедневно в дозе 1 мл на 20 л или 1 капля на 1 л воды. Используется как вспомогательное средство к антибиотикам. Кстати, серый микопор содержит акрифлавин, так называемый. Он активен против бактерий флексибактери колумнолиз на ранних стадиях заболевания. Очень хорошо помогает от хлопьевидных слизистых налетов у живородящих рыб. Еще одно средство – смесь из доксициклина и бисептолол-480. Но учтите, что доксициклин очень быстро убивает напрочь всю микрофлору в аквариуме. Соответственно, его применяют в крайних нетерпящих случаях. Если живых бактерий не остается, соответственно, обрабатывать остатки корма некому. По этой причине кормить рыб необходимо крайне аккуратно и лучше вообще не докармливать. Итак, доксициклин. 2 капсулы на 100 л воды вносят 1 раз в 3 дня. Курс такой подачи до 3 недель. При этом необходимо ежедневно делать подмену воды по 20-30%. При этом бисептол вносит 1,5 таблетки на 100 л воды в первый раз, а далее курс 5-7 дней, максимум до 10 дней, вносят по пол таблетки на 100 л ежедневно. Еще одно эффективное средство – это так называемый АПИ-ПИМОФИК на натуральной основе, на основе эфирного масла. АПИ-ПИМОФИК – это противогрибковое средство, которое применяют на ранних стадиях на возбудителя самого, стимулируют иммунитет рыб, профилактируют вторичные грибковые инфекции, вносят его ежедневно из расчета 5 мл на 38 мл, ну, грубо говоря, на 40 л воды. Но одного применения АПИ-ПИМОФИК мало, и, как правило, его совмещают с антибиотиками. Теперь хотелось бы поговорить про другую болезнь. Аэромоноз. Ее еще называют краснуха карпов. Ирошение чешуи, брюшная водянка, возбудительным является бактерия Аэромоноз пунктата, но на самом деле краснухой карповых называют вообще в целом широкую группу болезней, вызванных не только Аэромонозом, но и псевдомонозами. Это вирусная болезнь. В отличие от колумнариса, о котором мы говорили чуть ранее, Аэромоноз не нуждается в кислороде в воде. Они могут жить и без него. По этой причине они часто встречаются в аквариумах с низким показателем кислорода, при высокой температуре погибают, любят, когда идет в аквариуме перекорм, также любят прохладную воду, и желательно, чтобы она была немножко кисловатая. Кислорода они тоже очень любят. Часто заносится в аквариум с отечественными живыми кормами, растениями, лесными улитками, да и вообще эта бактерия, она очень широко распространена в наших водоемах, и в тропиках она не встречается вообще. Какие же могут быть признаки заболевания? Ну, по сути, из названия этой болезни уже, в принципе, становится понятно, что это рожение чешуи, ну и, кстати, язвы. При этом язвы могут кровоточить, легко увидеть это визуально. Рыбка при данном заболевании не реагирует на различные раздражители, отказывается от еды, становится вялой, дыхание сдруднено. Они, как правило, рыбки зараженные, собираются у поверхности воды. Спустя время, как правило, опять же, спускаются на дно. Доходит до того, что чешуя опадает, и рыбка, если можно так выразить, становится практически лысой. А также воспаляется анальное отверстие, сдувается брюшко, и развивается пучеглазие у рыбки, о чём я говорил в самом-самом начале. Данную болезнь очень легко перепутать, часто её путают с болезнью, даже не с болезнью, а с отравлением. Но при отравлении аммиаком очень явными признаками является слизь. В нашем случае, если она и появится, то слизь будет совсем не ярко выраженная, не ярко выраженное выделение. И давайте перейдём к вопросу, как же её лечить. Первое средство достаточно дорогостоящее – это ранколекин. Это ветеринарное средство. Дают из расчёта 50-100 тысяч единиц на 10 литров воды, через день вносит примерно 3-4 раза, часто хватает и двух внесений, при этом отлично стимулирует иммунитет рыбки данное средство. Более дешёвое средство – это цифрофлоксацин, антибак, энроксил, вайтрил. Активно действует против аэромоноза и от псевдомоноза тоже. Причём схема лечения абсолютно такая же, как и при лечении колумнариеса. Можно смешивать доксилициклин и левомицетин. И, кстати, с ними же можно ещё и смешать и нестатин. Как правило, такую смесь применяют при крупных язвах поражённых рыбок. Вносит такую смесь в течение месяца, при этом минимальный курс лечения доходит до 10 дней. Вносит смесь через день и только после подмены воды. Минимум, как говорили в самом начале, минимум 30%. Вообще, любое средство, практически любое средство, вносится каждый раз, побуду повторять это постоянно, после подмены воды. Только после подмены воды. Дозировки. Левомистицин 500 мг на 20 литров. Доксилициклин 1 капсула 100 мг на 30, ну максимум на 30 до 35 литров доходит. Нистатин 200 тысяч единиц. Действие на каждые 30-35 литров. Обязательно усильте аэрацию. После лечения можно добавить препарат Витал, который действует на заживление ран рыбок. Есть ещё ряд препаратов, называемые нитрофурановыми. Часто используются при водянке. Это Фуразолидон и Сера-Бактапур Директ. Кстати, об этом средстве мы уже снимали одно видео. Можно посмотреть в других видео про него. Сера-Бактапур Директ, это там действует одна таблетка на 50 литров воды. Дают его один раз в три дня. Но, опять же, только после подмены воды. От 30 до 50%. Также можно делать 30-минутные ванны. Одна таблетка на 2 литра воды применяется. Помните, что Сера-Бактапур Директ относится к токсичным препаратам. Учитывайте, что вообще нитрофурановые препараты можно сочетать с любыми антибиотиками. С любыми антибиотиками. Такими, как, например, лимумицетин или цифрофлоксацин. Фуразолидон. Одна таблетка на 10-20 литров воды дается. После применения желательно очистить воду углем. Так как фуразолидон окрашивает воду и дает достаточно сильный желтый неприятный цвет. Следующая болезнь, которую мы рассмотрим, достаточно интересная. Это Аргулиос. Аргулиос это рачок. Является возбудителем заболевания на жабрах. Его еще называют карпоед или просто карповая вошь. Размер достаточно большой, достигает 8 мм и виден невооруженным глазом. Как полупрозрачное пятно. Питается исключительно кровью рыбки. Рачки Аргулиоза теплолюбивые и легко размножаются. Развиваются яйца в зависимости от температуры воды в аквариуме до 5 недель. При этом самка откладывает яйца на любую поверхность в количестве примерно 300 яичек. В аквариуме они выглядят как желтые полоски. После нескольких дней, после вылупления личинок Аргулиос плавает в поисках жертвы и если не находит, то просто погибает. Развиваются личинки во взрослую особь в течение полумесяца. Это примерно 2,5-3 недели. Первое, что может помочь в борьбе с ним, это ваши руки. То есть, бояться его не надо. Увидите рачка, ловите рыбку и удаляйте. Видите желтые полосы в аквариуме, удаляйте. Есть, конечно же, и химические средства. Например, сероаргулол, джеблорадол плюс. В крайнем случае, это полный перезапуск аквариума. А также хотелось бы еще рассказать про тоже еще одну интересную болезнь. Это лирниоз. Лирниоз это веслоногие рачки или просто лерны их еще называют. При этом паразитируют только самки. Их можно назвать самца убийцами. Так как самцов они поедают сразу после оплодотворения. Каждая самка вынашивает 1400 яиц раз в 2 недели. И живет примерно до 4 месяцев. При этом личинки плавают свободно в воде. И проявляют активность только после полового созревания. Данного рачка хорошо видно. И профилактикой заболевания будет являться ежедневный осмотр каждой рыбки. Как удалить рачка? Есть химия для уничтожения. Сероаргулол, опять же джеблорадол плюс. Или механическое удаление вручную. Но при удалении руками учтите, что рачки легко рвутся на части. И окорки, с помощью которых они держатся за рыбку, остаются внутри. И долгое время, после того, как вы их удалите неправильно, вызывают нарывы на рыбке. Следите за стеклом. Если обнаружите кладку яиц, обязательно удаляйте. В крайнем случае, опять же, перезапуск аквариума и применение белизны. Как белизну использовать в аквариуме, мы поговорим в следующей части. Хотелось бы немножко пояснить о следующем выпуске. Как я уже говорил ранее, этот выпуск будет называться. Краткий справочник. В нем же мы разберем, нужно рыбкам давать в аквариум, добавлять его в воду или нет. Там же мы разберем про соль, про много других различных штук. А также разберем и про хлорку в воде. Как опроватывать хлоркой аквариум. А сейчас поговорим о двух болезнях, которые вызываются плоскими червями. При этом лечение этих двух разных болезней идентично. Это гиродактилес и дактилогирос. Гиродактилес – это черви-сосальщики. Признаками поражения является специфическое подергивание рыбки. Такие подергивающие движения рыбы. При этом рыбка приобретает матовый цвет и ослезняется. Плавники рыбки начинают склеиваться. Увидеть паразита визуально очень сложно, так как его размеры ничтожно малые. И они достигают максимума 1 мм. Размножение при этом и развитие гиродактилеса происходит на теле рыбки, на теле жертвы. Лечение. Вот про лечение хотелось бы опять же отметить. То, что лечение будет идентично что у одной болезни, что и у другой. Борьба с таким паразитом достаточно проста. Как правило, используют препараты на основе паразиквантела. Первым средством является Серомет Профессионал Термозол. Джебл Гиробол Плюс. Все применяется согласно инструкции. Есть другие методы борьбы. Например, азипирин, азинокс, дрантал. Все это средства используются для животных при борьбе с глистами. Растворяйте одну таблетку на 10-15 литров воды однократно. Обязательно усильте аэрацию воды. Через 24 часа сделайте обязательную подмену. Не менее 50%. Если поражение сильное, то одна обработка может не помочь. В таком случае лечение необходимо повторить. Но это бывает крайне редко. Также и дактилогирос. Развивается его развитие вообще сосальщика очень схоже с гиродактилизом. Единственное важное отличие заключается в том, что жабры рыбки изменяются. Почему жабры рыбки изменяются? Потому что этот паразит оккупирует именно жабры. Поражает жабры рыбы. Изменяется цвет. Меняется на бледный, розовый. Развивается анемия. Рыбки, пораженные дактилогиросом. Задыхаются. Рыбка отказывается от еды. Появляется обильная слизь. Жабры распадаются. Может отходить кусками. Вообще жабры могут отваливаться кусками. И, соответственно, в первую очередь, обязательно перед постановкой диагноза, проверьте тестами воду на наличие аммиака. Если тест в норме, то можно обойтись и без микроскопии. При определении болезни можно сразу же понять то, что это именно дактилогирос. Лечение, как я сказал ранее, идентично с лечением от гиродактиллеза. И в этом выпуске мы поговорим о многих интересных вещах. Этот видео называется «Краткий справочник аквариумиста». Хочется начать с одной очень уникальной вещи, которая называется «Витом-1.1». «Витом-1.1» стимулирует клеточные и гуморальные факторы иммунитета, повышает устойчивость животных и птиц к инфекционным, вирусным и бактериальным так называемым агентам. Является пробиотиком. Что такое пробиотик? Пробиотик – это микроорганизмы, оказывающие полезное воздействие. Часто в качестве пробиотиков выступают полезные бактерии, живущие в кишечнике. Если говорить в общих чертах, то бактерии можно поделить вообще на две противоборствующие армии. Армии так называемых светлых и темных сил. Если светлыми силами мы называем бактерии, способствующие правильному пищеварению, и как следствие хорошему иммунитету, то бактерии темных сил выделяют вредные для рыб токсины. Такое противостояние бактерий есть в каждом организме, и мы люди не исключение. Как правило, полезные бактерии дружно живут друг с другими видами полезных же бактерий, образуя таким образом различные сообщества. Когда такое происходит, вредным бактериям очень трудно попасть в организм, и не тем более в нем как-либо обосноваться. Теперь давайте перейдем к делу. Что же такое битом-1.1? Это пробиотик, который активизирует защитные силы иммунитета рыбы. Ну, конечно же, не только рыбы, других тоже животных. И приводит он к общему оздоровлению организма. Купить данное средство витом-1.1 можно, в принципе, в любой ветоаптеке или даже в зоомагазине. Как вариант, его можно дать как корм, но продвинутые аквариумисты делают закваску для того, чтобы увеличить количество полезных бактерий. Другими словами, создают среду для размножения этих самых бактерий с помощью каши для детского питания, охлажденной кипяченой воды и соды для повышения pH. Примерное соотношение на каждые 250-300 грамм воды – чайная ложка каждого из ингредиентов. Желательная температура от 18 до 35 градусов. После того, как закваска будет готова, в ней замачивают корма и подают рыбкам. И часто попадаются вопросы, можно ли хранить в холодильнике данную смесь, данную закваску, или нельзя хранить. Напоминаю, температура воды от 18 до 35 градусов. Теперь хотелось бы проговорить про соль в аквариуме. Мы о ней часто говорим в видео, в которых обсуждается лечение аквариумных рыб. Теперь давайте поговорим о нем, о соли подробнее. Соль в аквариуме нужна ли она вообще или нет? Это, конечно же, животрепещущая тема у аквариумистов. Соль в пресноводном аквариуме. Эта тема вызывает и споры. Эта тема затухает и вновь подымается, выпрямив спину. Оттого в разных источниках вы будете наталкиваться на разные точки зрения. В этом видео я расскажу о своей. Начну с того, что соль для аквариумов используют именно поваренную, без примесей и тем более различных специй. Из прошлых видео на нашем канале вы уже узнали, при каких заболеваниях ее применяют. Соль прекрасно помогает при сопролегниозе, костиозе, хилоданилиозе, триходинозе, тетрахименозе, гиродоктилиозе, дактилогиросе. Все эти болезни вызываются разными эктопаразитами, за исключением, конечно же, сопролегниоза. Это грибковое уже заболевание и выглядит как белый пух. О нем вы уже слышали в предыдущем видео. На плавниках рыб тоже бывает данный пух. В этом сюжете я хочу рассказать про соль в аквариуме не для лечения, а на постоянной основе. Каких рыб солить не стоит. В первую очередь это коридорсы. Также это птирикоплихты, суматранские барбусы и их собратья. Молодые лабиринтовые тоже соль не очень хорошо любят. Соль не любят растения и беспозвоночные. Большинство других рыб к соли относятся нейтрально. А есть такие, которые наоборот любят солоноватую воду. Например, это боциклоун. Бывают случаи, когда рыбки, которые обычно нейтрально относятся к соли, при ее добавлении завариваются на бок. В таком случае необходимо немедленно сделать подмену воды на свежую и вообще, в принципе, переводить аквариум на подсоленную воду необходимо постепенно. Максимально рекомендованная концентрация соли для аквариума на постоянной основе, как и для лечения, 1 столовая ложка на 10 литров. Как переводим рыб? Если вы это делаете впервые, то начните с соляных ванн, то есть в отдельную емкость налейте отстоявшуюся воду и растворите в ней соль. После этого закидывайте подчередно своих рыб и наблюдаем, что будет происходить. Особенно актуально, если это у вас в аквариуме несколько различных видов. Таким образом вы сможете провести анализ переносимости соли и реакцию того или иного вида рыбки на соль. Если все прошло гладко, можно пробовать солить. Начните с чайной ложки соли на каждые 10 литров, постепенно увеличивая дозировку от одной подмены воды к другой. Солоноватая вода помогает профилактировать многие заболевания. В основном эффект соли заключается в воздействии на осморегуляцию. Осморегуляция – это термин, обозначающий физиологический механизм управления количеством соли и воды во внутренних жидкостях у рыб. И как видно из названия механизма, сам механизм основан на осмосе. Конечно, солить воду для профилактики – способ совковский. Сегодня существует множество специальных кондиционеров для аквариумной воды. Тем не менее, солить воду – очень дешевый способ профилактики. Учтите, что соль в воде может незначительно повышать PH. Йод в аквариуме Разговоры о йоде в аквариуме чаще встречаются у опытных аквариумистов, нежели новичков. Тем не менее, я затрону эту тему в этом видео, ведь моя цель – поделиться с вами своими знаниями и опытом. Нужен йод в аквариуме или нет, вызывает споры, как и тема с солью. Я же утвердительно скажу – да, нужен однозначно. Йод и без нашего вмешательства содержится в воде в достаточном количестве. Правда, есть одно «но» – он выводится из воды и достаточно быстро, поэтому его регулярное внесение необходимо. Логичным вопросом будет – зачем йод нужен рыбкам? На самом деле, йод нужен всем живым организмам в той или иной степени. И мы, люди, не исключение. Йод в организме принимает участие в регуляции. Это энергетический обмен температуры тела, скорости биохимических реакций, обмен белков, жиров и так далее. Кроме того, йод повышает потребление кислорода тканями. Теперь, для большей убедительности в том, нужен ли йод, вообще нужно ли йод добавлять в аквариум или нет, мне хочется вспомнить профессиональное средство «Тетравитал». О нем мы говорили в видео «Бактериальные болезни рыб». Давайте вспомним, что это за средство и для чего оно вообще необходимо. Тетравитал обеспечивает рыбкам жизненную энергию и здоровье, а также естественный окрас. Тетравитал содержит необходимые витамины, минералы и микроэлементы, характерные для естественной среды обитания. Их содержание в аквариуме со временем уменьшается, а водопроводная вода не способна восполнить потери. Благодаря «Тетравитал» можно создать для рыб практически идеальную естественную среду обитания, где для них будет обеспечены комфортные условия и более яркий окрас. А теперь посмотрим состав этого чудо-средства. Натуральные витамины группы В, магний, пантенол, йод – жизненно важные микроэлементы. Подходит для любых пресноводных аквариумных рыб. Добавляется по 5 мл «Тетравитал» на 10 л аквариумной воды каждые 4 недели. Хочу добавить и выделить то, что данное средство создано на основе йода. Авторитет компании «Тетра» неоспорим в мире аквариумистики, так как является одной из ведущих производителей в мире по производству различных нужностей для аквариума. Именно поэтому я еще раз утвердительно заявляю о том, что йод действительно необходим, и его нужно добавлять в аквариумную воду регулярно. Единственный и важный момент перед покупкой йода – обратите внимание на его состав. Йод должен быть классический, без добавления различных масел, непонятных солей и прочей нынче модной ерунды. Дозировка йода. Две капли 5% йода растворяют, как правило, в стакане с водой отстоящейся и заливают на каждые 100 литров. Так делают либо через день, либо при подменах воды. Но если при подменах воды, то дозировку, как правило, увеличивают. Белизна. Очень сильно любители аквариумистики пугают слово «белизна» для очистки и дезинфекции аквариума. Сразу появляется куча вопросов «как же так, ведь там хлорка? Вся рыба погибнет?» Уверяю вас, нет. Белизна очень хорошо помогает при тщательной очистке, которую я рекомендую проводить раз в год. Единственное, что нельзя ни в коем случае обрабатывать, так это древесину и грунт, или гроты, имеющие пористую поверхность. Естественно, такой чисткой с добавлением белизны мы уничтожим все полезные бактерии. Однако, наступают такие моменты, когда, например, грунт и гроты позеленели. Думаю, многим знакома эта беда. Конечно, можно купить новый грот или грунт, а можно обработать белизной, и сейчас я вам расскажу, как правильно это сделать. Опустите 10-литровое ведро, грунт и залейте его водой. После этого влейте 1 стакан белизны. Как правило, ведро с белизной оставляют на ночь и уже утром грунт и гроты как новые. Естественно, необходимо тщательно все промыть под проточной водой, после чего можно опускать в аквариум. Часто возникает вопрос, а не облезет ли крашеный грот? Нет. Если их не тереть. Замечу, что многие крашеные гроты, в принципе, легко облезают при любого вида трении, и на это моющие средства не влияют. То есть, даже если достать грот из воды, который простоял в аквариуме около 6 месяцев, и протереть, краска начнет слезать. А вот от зеленого налета хлор действительно отличный помощник. Водка в аквариум. Нет, вы не подумайте, что я хочу опинить рыбку. Налить 100 грамм для профилактики простудных заболеваний или еще что-то в этом духе. Но водку действительно используют в аквариумистике для борьбы с нитритами. Это довольно быстрый и эффективный способ. Этот метод широко используют многие аквариумисты, матерые. Давайте перейдем к главному. В чем же тут смысл? Все очень просто. Водка провоцирует вспышку диентрифицирующих бактерий. Это бактерии, которые отлично избавляют аквариум от нитритов. Однако, не вдаваясь глубоко в подробности, поясню, что водка не зарождает болезненные бактерии, а является лишь провокатором и в какой-то степени кормом для них. Рассмотрим дозировку на стандартный 100 литровый аквариум. На работу с таким аквариумом у нас уйдет 3 дня. В первый день мы капаем в аквариум 10 капель водки, то есть 1 капля на 10 литров. На второй день по 2 капли на каждые 10 литров. И в третий день 3 капли на 10 литров аквариумной воды. После чего резко прекращаем носить водку, возможно в воде появится бактериальная муть. Это нормально и порой даже хороший знак. На четвертый день огромное количество полезных бактерий накинется на нитриты и избавит ваш аквариум от них. Еще раз подчеркиваю, что данная дозировка идет именно на 100 литров аквариумной воды. Если аквариум больше, то и дней добавления водки должно быть больше. И капель соответственно тоже должно быть больше. Поговорим про марганцовку для аквариумов, как ее применять и многое другое. Марганцовка для аквариумных рыб является лекарственным средством против эктопаразитов рыб. Часто марганцовку используют для дезинфекции новоприобретенных аквариумных растений. Многие аквариумисты ее также используют для полной чистки аквариума. При этом концентрация во всех трех случаях совершенно разная. Для обработки растений используют 10 мг марганцовки на литр воды и оставляют растения в растворе на 30-40 минут. Для чистки аквариума 1 грамм на 1 литр воды. А вот для лечения рыб используют ванны. На 10 литров воды используют полграмма или на глаз до устойчивого розового цвета. Ванну принимают 2 раза в день по 15-20 минут. При этом от одного приема ванны до другого должно пройти как минимум 12 часов. Давайте вспомним при каких заболеваниях необходимо использовать такие ванны. В первую очередь это конечно же костиоз при различного рода язвенных болезнях и демотоксикозе. Перед тем как в ванну опустить рыбку, убедитесь, что все кристаллики растворились в воде. Вообще должно быть 2 ванны. Одна с раствором марганцовки, вторая с чистой отстоявшейся водой для ополаскивания перед посадкой в общий аквариум. Естественно любого рода ванны должны применяться под особым наблюдением аквариумиста. При этом обратите внимание на то, что на теле рыбки могут появиться пузырьки, пузырьки воздуха. Это нормальное явление. А вот если рыбка начинает штормиться, падать, заваливаться на бок, ведет себя неестественно, это ненормально. И ее необходимо из раствора марганцовки немедленно достать. Последнее, что хотелось бы заметить, не оставляйте на 12 часов использованную. Не экономьте на лечении, делайте свежую. При аргулезе схема лечения еще интереснее. Пораженную рыбку вылавливают из аквариума и заворачивают во влажную тряпку. Так, чтобы пораженные места остались открытыми. Удаляют либо руками вошь, саму вошь, или бывает пинцетом удаляют, после чего обрабатывают ранку слабым раствором марганцовки. Помните, что при этом важно следить за жабрами. Они должны быть влажными и не должны пересыхать. Пересыхание жабр вообще недопустимо. Для этого их необходимо периодически опрыскивать водой. Также марганцовку используют для лечения плавниковой гнили, но только совместно с солью. Данный метод очень эффективен на ранних стадиях заболевания. Таким образом, для ванн нам понадобится 3 емкости, в которые мы будем опускать пациента. Первая солью, дозировка 1 столовая ложка на 10 литров. В ней рыбки находятся примерно 10-15 минут. Тут хочется напомнить о том, что не каждой рыбке соль подойдет. Не каждой рыбке соль воспринимают как лечение, а некоторые могут погибнуть и опять же заваливаться на бок. После соленой ванны рыбкам достают оттуда и опускают в другую ванну, где находится уже соль и марганцовка. То есть два в одном. Слабо розового цвета марганцовка должна быть в этой воде. Во второй ванне рыбку держат до 5 минут примерно, после чего пересаживают в третью ванну уже с чистой отстоявшейся водой, которую можно взять прямо из аквариума для меньшего стресса рыбки. После этого рыбку пересаживают в общий аквариум и на этом все лечение заканчивается. На самом деле марганцовка одно из самых уникальных универсальных средств. На этом в принципе и все, что я хотел сказать в кратком справочнике аквариумиста. Кому понравилось и кому показалось это видео полезным, ставьте пальцы вверх, ставьте лайки, задавайте кучу вопросов. Будем стараться отвечать, на некоторые из вопросов будем делать видео ответы. А я на этом с вами попрощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.